Легенда учений была незамысловатой и лаконичной. Крамской район, Кутафинское сельское поселение. Местные нашли мешок с неким биоматериалом. Позже оказалось свиные потроха. Лабораторный анализ выяснил, убиенная свинья была заражена африканской чумой. Найденные останки ритуально сожгли и закопали поглубже, а Покровский район закрыли на карантин. На основных трассах в случае вспышки АЧС выставляют такие мобильные ветеринарные посты. Инспектор ДПС останавливает подозрительные машины, которые досматривают специалисты ветнодзора. К примеру, у этого господина в багажнике нашли свиную тушу, купленную в карантинной зоне. Сейчас ваше автотранспортное средство будет обработано, колесные пары будут обработаны, прозинфицированы. И после составления необходимых документов будет передано в субъектовой службе для принятия решения для дальнейшего. Но в данном случае, так как это первая угрожаемая зона, ваше мясо будет уничтожено методом сжигания. На убой и затем на костер в случае вспышки АЧС отправится все поголовье свиней из частных подворий так называемой первой угрожаемой зоны. Это населенные пункты в радиусе 5 километров от места, где зафиксируют вспышку заболевания. Население, которое содержало животное в данной зоне, выплачивается компенсацией государством. Из расчета среднесложившейся цены за 1 килограмм живого веса это 65 до 85 рублей за килограмм. Выживут в карантинной зоне лишь свиньи, выращиваемые на спецфермах, вроде знаменского СГЦ. Туда заразе не проникнуть. Наивысший уровень биологической защиты, который априори в соответствии с приказом Министерства Хоза имеет право осуществлять свою хозяйственную деятельность, даже если рядом с ним наложено ограничение карантина по африканской чуме. Пока же африканская чума до орловских поросят не добралась. Наш и соседний брянский регион последние в ЦФО не тронутые заразой. Вопрос актуальности этих учений, когда болеют почти все соседи, поднимать излишне.